Основная цель семинара подготовить специалистов для работы с пациентами, перенесшими инсульт, парализованными, с нарушениями функций спинного мозга. Сегодня в каждом Аймаке страны таких людей проживает более двух тысяч. Для помощи им и была разработана программа социализации, по которой обучаются почти 50 специалистов из 12 регионов Монголии. Граждане с различными ограничениями, будь то слабовидящие, слабослышащие, колясочники, не могут жить, как все остальные, не могут получить образование, найти работу, зарабатывать. Отсюда многие живут в бедности, поэтому мы должны помочь им. Давно в прошлое ушло время, когда общество не принимало инвалидов, старалось их не замечать. Однако, несмотря на перемены в общественном сознании, многие до сих пор не могут жить в благоприятных условиях. По-прежнему остается большой проблемой трудоустройства. Требования работодателя порой таковы, что люди с ограниченными возможностями не могут им соответствовать. Поэтому многие вынуждены сидеть дома на иждивении близких. Наран Булак, к примеру, почти не выходила из дома, пока не обратилась в реабилитационный центр. Сейчас она научилась делать то, что ей по силам и нравится. Сюда я пришла недавно, в сентябре. Хожу на курсы изобразительного искусства и оператора компьютера. Здесь все очень здорово. Преподаватели тоже очень хорошие. У меня есть склонности к рисованию. Но раньше я не знала многих теоретических вещей. Теперь учусь и очень этому рада. Реабилитационный центр принимает пациентов со всей страны. Здесь граждане с ограниченными возможностями могут получить образование. Здесь им оказывают медицинскую помощь. Проводят операции, лечат, выдают протезы, оказывают психологическую поддержку. Однако помощь доходит не до каждого нуждающегося. У нас не хватает коек и мест для лежачих больных. Также вопрос финансирования решен у нас не полностью. Поэтому здесь всего 15 мест. Это для государственного масштаба очень мало. После окончания поддерживающего курса лечения, получения образования, многие воспитанники центра пытаются найти работу. Однако трудоустроиться удается далеко не всем. Как говорят сотрудники, здесь нужна мощная поддержка. Поддержка государства. Только комплексная программа социализации поможет качественно улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями.